Молодежный парламент в полном составе. На встрече с первыми лицами города обсуждают только те вопросы, которые сегодня больше всего волнуют юных самарцев. Благоустройство городских скверов, участие студенческих отрядов в строительстве спортивных объектов к чемпионату мира, медицинские и экологические акции. По каждому пункту конкретные идеи. У активистов свой взгляд и на то, чем должен заниматься молодежный парламент. Я считаю, что молодежный парламент не должен сейчас из себя делать комсомол и заниматься всем хорошим против всего плохого. Он должен заниматься тем, чем занимается взрослый парламент. Это конкретно законотворчество. Мы занимаемся трудоустройством. Я бы хотел от вас видеть, чтобы в законе молодежи не вода была, а конкретные моменты, связанные с прохождением медицинской комиссии, связанные с дополнительным профессиональным обучением. Сегодня в Самаре проживают около 300 тысяч молодых людей, почти четверть от общего населения. Чтобы взаимодействовать с ними в городе существуют специальные программы. С сентября начал работать Центр поддержки одаренных детей. В следующем году планируют начать строительство Гагарин-центра. Здесь молодые люди, в том числе, будут получать образование, а обучать их смогут эксперты со всего мира. Уже четыре года проводится конкурс грантов на проекты в сфере молодежной политики. За это время авторы более 60 идей получили финансирование на общую сумму в 9,5 миллионов рублей. Молодежную политику, уверены эксперты, выстраивать нужно так, чтобы учитывались интересы и юных самарцев, и города. Почему молодежной политики не заняться тем, чтобы участвовать в поиске таких молодых ребят, таких вот одаренных будущих, там, Эйнштейнов, да, которые, получив первоначальный грант, могут создать прецедент для развития экономики. Кому, как не вам, эти вещи, так сказать, развивать, проталкивать, выходить с инициативами и получать поддержку властей. Самое главное, чтобы все эти процессы, все эти вопросы, которые мы поднимаем с вами, они оставались вот в этой плоскости, чтобы мы могли искать решения здесь, за круглым столом решения. Не политизировали вот все эти темы. И мне кажется, что вот это нам с вами за последний год достаточно успешно удается. На встрече отметили и вклад активистов от молодежи в проведение избирательной кампании. Мобильное приложение «Выборы Гоу» и конкурс на лучшее фото на участке помогли привлечь к голосованию тысячи молодых людей. За продуктивную работу в течение года представители молодежного парламента при городской думе вручили памятные подарки. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События.